Меня зовут Наталья Линченко, в авиации 8 лет. Последний год я летаю в качестве пилота. Я Павленка Тамара Григорьевна, 9 лет в авиации. Я Ельцова Гужамал Максутовна, в авиации 20 лет. Меня зовут Ольгира Мухаммедова, в авиакомпании я год летаю. Я люблю свою работу. У меня отец во время войны был стрелком-радистом. На самолете. И он, в общем, пропал без вести. Это было под Курской дугой. Ну и вот мама говорила, что отец летал на самолете. Ну а потом уже где-то в седьмом классе. Кем бы это хочешь стать, меня спрашивали. Ну, вроде как на самолет, а летчиком. Вот я летчиком хочу быть. Ну да, конечно, я попала сюда абсолютно не случайно. Но все-таки я мечтала, конечно, быть с детства пилотом. Наверное, очень многие в детстве мечтают быть пилотом на что-то такое, как бы такое понятие обширное, да, там, может быть, не для всех достигаемое. Но я не делала никаких шагов для того, чтобы стать пилотом тем, кем я сейчас являюсь. Родители у меня, увы, не пилоты. Выросла я в семье юристов. И выбор профессии, наверное, произошел уже в таком осознанном возрасте. Это не была мечтой детства. Возможно, повлияло на это, что моя школа находилась в районе аэропорта. Я всегда видела людей в форме, я видела, как пролетают самолеты над школой. А потом уже где-то школа закончилась, случайно мимо авиаспорт-клуба шла, думаю, ну-ка попробуй я. Как стать летчиком? Я ж не знаю, как. В те годы молодежь была... Все хотели чему-то обучиться, учиться, учиться. Самое первое, да? Самое первое учиться. И все шли, кому что нравится, подыскивали. Ну, я сначала записалась на прошутное отделение, потом я смотрю, там планерное. Думаю, ну ладно, хотя не знаю, что такое планерное. Записалась на планерное. Мы увидели объявление, что на курсы парашютистов девушек набирают. И записались, пошли туда. Вот, а там увидели, что набирают даже пилотов девушек. Вот. Мы записались на пилотов. Поступила я по окончанию школы на авиационного инженера изначально. Ну, понимала, что я хочу летать и быть пилотом. Я знала, что есть женщина-пилот, командир. Как-то такой вот интерес возник. Узнала о конкурсе и бенишу. Я перевелась в пилоты. Прошла медкомиссию, отбор. Ехала учиться. Специальность я полностью поменяла. И сейчас об этом не жалею. Просто в какой-то момент, получив уже два высших образования, абсолютно не связанных с этой работой, с авиацией, поработав на тех, по тем специальностям, я как-то меня, наверное, может быть, кровь позвала. Я стала бортпроводницей. Когда летала бортпроводницей, я пролетала четыре с половиной года, я решила попробовать себя, попробовать свои силы. Смогу ли я пройти? Конечно, я очень долго готовилась, училась, волновалась, переживала. На тот момент у меня уже был ребенок. Так же я думала, как же он без мамы. Но все-таки в один прекрасный день я поняла, что я могу. Сейчас я достойна этого. Я могу стать, смогу посвятить себя этой профессии. Я поступила, подала документы на программу об унише в выростании. И пройдя все этапы конкурса, я поступила, прошла, начала учиться. Кто прошел медосмотром, начали изучать теорию. И всю зиму занимались. Кто успешно сдал экзамены, весной, в апреле месяце, начали обучать полетам. Начали успешно летать. И прямо тяга такая на аэродроме. Вот в небо смотрю, у меня все фотографии были, и смотрю в небо. И очень интересно, конечно, эти полеты были на аэродроме. И вот это, когда после работы я еще работала в институте, и три дня свободная была. И это я пропадала на аэродроме. Мама не знала. Я ей не говорила об этом. Она бы меня не пустила, потому что я одна была у нее. Мой отец сначала удивился, потому что он как бы всегда думал, что женщина должна быть женщиной прежде всего. Несмотря на то, что моя мама была пилотом, его инструктором, он все равно думал, что женщина должна стояться как женщина. Он никогда мне не дептала свои условия, в том плане никогда не говорил, кем мне стать. Но в тот момент, когда я решила стать пилотом, он поддержал меня. Он удивился, но сказал, да, если ты так решила, давай вперед. И, конечно, его улыбка на лице, она говорила о многом. Родители, они отнеслись к этому положительно, очень меня поддержали. Мама мне сказала, доча, ты поставила себе цель? Иди к ней и ничего не бойся. Я жила в общежитии, на аэродроме весь день, весь день на аэродроме все лето. И мне не нужно, мне даже деньги не нужны были. Вот лишь бы мне, что был это самолет, был планер, летали мы. Первый полет, я помню, как сейчас, это был такой осенний, такой мерзлый день, мерзопакостный такой для авиации. Можно так сказать, что были низкие облака. Мы отрабатывали взлет-посадку. Мне нужно было сделать три взлета и три посадки самой. Инструктор высаживается и остается у полосы, за полосой, где можно стоять. И запрашиваешь разрешение и взлетаешь. Я взлетела и первое ощущение было, что я лечу одна и какой-то страх не полета, а страх того, что с рядом с тобой никого нет. Где-то присутствовало какое-то волнение и переживание, но, тем не менее, этого было в меру. И вот это вот ощущение первого полета, то, что ты как парижка-птица, ты управляешь сама этим самолетом, оно, конечно, никогда не забываемое. Это чисто такой эмоциональный полет. Как только я оторвалась и взлетела, на лице вырисовывается улыбка, что взлет у меня получился. Может быть, ты, конечно, осознавал тогда, что происходит, но вот эти вот эмоции, они сохраняются, наверное, навсегда. Ну и самые счастливые минуты жизни, там полет продолжается 5-6 минут, полет по кругу, потом тебя самостоятельно выпускают, тоже два полета делаешь и заруливаешь. Конечно, это на всю жизнь запоминается. Потому что, когда самолет вдруг входит в облака, это такие ощущения, выходит из облаков, прямо это самое, конечно, это очень здорово. Это неописуемые ощущения. Это очень красиво. И, не знаю, чувствуешь какую-то свободу и летишь, как птица. Это круто. Поначалу я чувствовала, да, что меня смотрели с опаской, можно так сказать, присматривались ко мне. Я, конечно, могу понять этих мужчин, командиров, с кем я поначалу летала. Во-первых, пилот, который новобранец, вот он сел, управляет самолетом. Плюс девушка, плюс девушка с кудрями, с помадой, да. Это, конечно, я думаю, для них было что-то такое непривычное и особенное. Но потом в процессе они меня узнавали и понимали, что человек серьезный и ответственный, и я, в принципе, вполне адекватная и могу управлять самолетом. Сейчас ко мне отношение абсолютно спокойное. Не, в то время, конечно, это было редкое явление, чтобы именно, как вот, это мужская профессия считалась, кто летает, это, ну как, все равно, что это не рядовое было. Ну, да. Ну, относились, конечно, положительно, удивлялись, почему тебе это нравится. Хоть моя семья воспринимает это как бы как должно, особенно мой ребенок, если ты маленький, он не понимает, что это не обычная профессия для женщины, в принципе, для мужчины тоже, а для женщины как бы вдвойне. Вот. А общество понимает, что что-то здесь особенное есть. Даже те же дети в детском саду, да, к согруппнике моего ребенка, они воспринимают это как что-то сверхъестественное. Вот третья девочка, которая, она в школе говорила одноклассникам своим, что вот у меня старшая сестра пилот, а после нее еще старшая сестра, она в милиции работает, и ей никто не верил. И она мне просила, Элита, ты приди как-нибудь в школу в форме. Ну, что, говорит, мне никто не верит, не бывает женщин-пилот. И также люди даже за границей, видя меня в форме, они пытаются спрашивать, пофотографироваться, можно сфотографироваться или нет. Ну, фотографы не просят, конечно, но фотографии сделать просят. Вот даже другие экипажи, видя девушку с Казахстана, пилотесса, они фотографируются. Нет, ну, мало, я одна была здесь, в нашем аэропорту, я была одна. Нет, вообще, ну, не замечали даже. Ну, просто как коллега. Этот вопрос у меня всегда там эти, всегда корреспондента написать в газету там или еще что-то, ну, а как же, как же. А они удивляются, как, ну, обыкновенно, ну, она же просто пилот, она коллега. То есть мы, как сказать, ей полностью все доверяют. Мой командир, один опытный командир, он мне сказал, что, когда я только пришла, он мне сказал, что в авиации нет ни наций, ни полов. Я уже говорила, что самолету нет дела. То ли женщина сидит за штурвалом, то ли мужчина. Требования везде одни. Нужно соблюдать правила, следовать инструкции. Ну, и я думаю, разницы нет должно быть. Сейчас, конечно, очень сложно запланировать или рассказать вам конкретно, какие шаги я могу предпринять. Потому что, конечно, такой план – это стать командиром. На месте сидеть, ну, я не буду. И когда подойдет время, когда я наберусь достаточного опыта, достаточного часов налета, когда я почувствую силы и, как бы, возможность, я, конечно, попробую себя в роли командира. Как и любой второй пилот, я мечтаю пересесть справа кресло на левое. Ну, на этом, наверное, моя мечта не заканчивается. Я хочу внести в какой-то вклад в развитие авиации в Казахстане. Я думаю, у меня это получится. Ну, конечно, профессия пилота, вообще любая профессия меняет человека. Профессия пилота тоже откладывает свой отпечаток. Благо, не на внешнем виде, не на здоровье. А характер мой изменил. Просто становишься более, наверное, добрым, отзывчивым. Собранность, самоотверженность. Вот эти вот качества. Выручать другого. О себе, наверное, меньше думаешь. Вот это ответственность, самое главное, да, скажем, ответственность. Вот это вырабатывается, наверное, во всех пилотах. Я стала более требовательной к себе. Думаю, гораздо ответственнее. Я, наверное, стала более требовательной. Более четко понимающей, что я хочу. И четко излагающей свои мысли. Что женщине зачастую не дано природы. Вот. Но когда ты в пилотской кабине выполняешь свои обязанности, то ты должен четко излагать свои мысли. То, что ты видишь. То, что ты ощущаешь. То, что ты должен сделать. То, что ты делаешь. И последствия, соответственно, тоже должен ощущать. Оценивать. Да. Вообще по жизни, по работе очень, ну, я считаю, что если ты стал пилотом, ты берешь на себя очень такую вот большую ответственность. Вот. Что ты уже, твоя жизнь уже изменилась. Как? Не так, как обычный человек ты должен жить. И поступки такие же. И в отношении детей, семьи, мужа, наверное, если как я женщина. Кроме штурвала, я как девушка люблю печь, выпекать всякие торты, пироги. Просто смотрю разные рецепты, читаю и готовлю дома, экспериментирую, так сказать. Какие-то определенные хобби у меня нет. Просто я стараюсь свое свободное время провести с родителями, с семьей, с сыном, куда-то сходить, возможно. И в первую очередь отдохнуть. Это немаловажно. И так же, как все-таки женщины, я должна успеть очень много домашнего делать. Постирать. Ну, все, что нам касается. Постирать, кушать, приготовить. Никто не отнял. Не, ну, это все совмещали. У нас раньше ни нянек не было, ни домработниц не было. Все совмещали. Успевали по дому и кушать, приготовить. И так же за детьми ухаживать, в садик отвезти, привезти, когда время не есть. А так помогали родители. Я думаю, сейчас это все совместили. Сейчас еще легче, чем раньше было. Когда я прилетаю, начинаю. Можно то, это нельзя. Вести себя надо так или эдак. Такая строгая мама. Как сейчас изменилась авиация вот с тех пор, как это было советское время? Что изменилось? Ну, конечно, все в лучшую сторону изменилось. Раньше такого не было, как сейчас. Комфорт для, скажем, летного состава, так и для пассажиров. Нет, очень хорошее обслуживание. Нравится мне, конечно. Сейчас больше комфорт, чем было. Пилоты были другие, сейчас другие. Вот работать сейчас, мне кажется, им даже легче, чем раньше. А ведь сейчас самолеты в основном все на компьютерах. На компьютерах и нагрузка с управления снята. То есть летчика там чуть-чуть. И то иногда просто автомат включил, он сам летит. Может сесть до земли, можно не управлять, может сидеть. А раньше нет. Я в авиации проработала 20 лет. Раньше мы работали, вот пришли в авиацию, нам это нравилось. Мы никогда не думали что-то другое там выбрать, перейти на другую работу. Поэтому у нас у всех вот в трудовой книжке, наверное, одна запись. Пришел, вот такого-то поступил и уволился, ушел на пенсию. Да, первый год, конечно, очень тяжело было. Это почти как, когда теряешь какого-то человека. Прошел. Ну, год прошел, потом ничего. Да, так что так. Конечно тянет. Это, наверное, всех всегда тянет, да. Даже в таком пенсионном возрасте, даже, наверное, старше всех тянет в небо, да. Всегда на высоте. Где-то в работе присутствует романтика. Не всегда, конечно. Авиация – это как целый мир отдельный. Она не стоит на месте и развивается. Это меня в этой профессии привлекло. Я сказала уже, что если вот человек вот прыгнул с парашютом, это вот эти вот две-три минуты, которые в свободном падении, это вот, знаете, наверное, не расскажешь. Это все надо ощутить. Вот это вот через себя это пропустить. И ты хочешь с этим жить дальше. Так же пилоты, так же. Если вот ты вот раз поднялся в воздух, да сам один самолетом, ну, сделал полет, сел. Вот эти вот ощущения тоже, они никогда не забываются. И ты хочешь с этим жить всю жизнь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!